Здравствуйте! В эфире программа «Выпуск» в студии Ксения Шереметьева и о главных событиях к этому часу. Глава государства Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом поздравил его с переизбранием на пост президента. В ходе переговоров политики также договорились развивать двустороннее сотрудничество. Уже на этой неделе состоится инаугурация вновь избранного президента Турции. Представитель Эрдогана допустил присутствие на церемонии главы Белого дома Джо Байдена. А на прошедшие пять лет назад инаугурации турецкого лидера присутствовала делегация ЛДПР. Были на инаугурации президента Турции четыре депутата нашей фракции. Попасть было тяжело, потому что даже президентом сокращали количество приглашенных, премьер-министром и председателей Госдумы. Мы были единственные в таком ранге всего лишь на уровне руководителя парламентской фракции. Прекрасный праздник. И сегодня Эрдоган имеет самые огромные полномочия. У президента США есть вице-президент, у президента Франции премьер-министр, у нашего президента ограничения. А здесь полнота власти полностью. И, конечно, Турция под его руководством и дальше будет процветать, набирать силы и показывать пример, как нужно руководить страной в современных условиях. Мы это были, я поздравил его, лично подошел, он улыбнулся, мы это должны передать, поставили в инстаграме. Так что это вот хороший пример и конституция, и демократия, и в парламенте только коалиция партий, не одна правящая партия. Новые министры тоже, всего 16, из них пятеро новых. То есть идет страна по демократическому пути, но в условиях такого хрупкого мира и террористической опасности. Вот новая конституция, это новая Турция. Вчера это был первый день новой Турции. Вот это как бы случилось. Мне удалось переговорить один на один. И, конечно, вот наше направление на юг, оно стало реальным. Как и наоборот направление Турции на север. Поэтому здесь мы 25 лет об этом говорили, и вот теперь мы имеем хорошие, так сказать, перспективы и результаты на южном направлении. И Запад сохранять надо, и Дальний Восток, но наиболее благоприятное направление южное. На Дальнем Востоке Китай и Япония, на Западе целый блок НАТО и Евросоюз, А на юге Турция, которая нам симпатизирует, Иран к нам тяготеет, арабский мир, это все то, о чем мы говорили. И мы рады, что мы внесли свой вклад в изменение внешней политики России. Ни одна партия в парламенте это за 30 лет сделать не смогла. ЛДПР не позволит забыть или потерять принципы, заложенные ее основателем Владимиром Жириновским. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий. Он отметил, что все его программные установки отца-основателя будут воплощены в жизнь, чтобы сберечь Россию. Многие инициативы уже воплощаются или вскоре будут воплощаться в жизнь. Партия учредила школу губернатором, задача которой – качественно повысить образовательный уровень координаторов региональных отделений ЛДПР, чтобы в перспективе через 2-3 года каждый из них был готов возглавить свой регион. Для этого необходим высокий уровень компетенции, отметил Леонид Слуцкий. В Жириновске действительно было много сильных идей, он их генерировал в единицу времени, может быть не в секунду, но тем не менее достаточно много. Более того, ну конечно они не все сразу получились, они настолько нестандартно многие выглядели, что касались какими-то нереализуемыми. Сейчас мы понимаем, что он просто силу интеллекта сумел заглянуть в будущее. У нас сегодня те же идеи, которые нереализовались, и новые идеи, которые сегодня, как мы считаем, нужны стране. Мы их тоже набросали для себя достаточно немало и продолжаем их генерировать, потому что не просто мы, некие, так сказать, стоящие в сторонке генератор, мы связаны с людьми, которые нам эти идеи, нужды, задачи набрасывают, причем делают это так же постоянно. И, собственно, нас правительство сейчас слышит, то, что сейчас мы предлагаем, становится законопроектами в разы быстрее, чем это было несколько лет назад. Мы очень серьезно работаем на площадке Государственной Думы, и особенно в сфере социальной политики наши законодательные предложения слышат. Не все сразу оцениваются. Предложили увеличить на два порядка количество ясельных групп в стране для деток от полутора месяцев до двух лет. Ну, по-другому, как материнство совмещать с карьерой для молодых мам. Ну и вопросы, опять же, народосбережения, вопросы дальнейшего укрепления нашей демографии и многие другие. Мы с правительством ведем онлайн-диалог по всем вопросам, самым, казалось бы, непростым для понимания вначале, а потом приходим к единой позиции, и это становится федеральным законом, и это становится решением правительства. У нас за последний год таких примеров многие десятки, и люди говорят спасибо, и именно поэтому они идут в ЛДПР. Сильные проекты, я уже вначале сказал о проектном подходе, это ключевая сейчас сторона нашей деятельности. В проектном портфеле, если угодно, задач хватает. Всероссийский конкурс ЛДПР Старт, бизнес-премия Созидатель, масса других вещей. И особенно по социальной политике, по поддержке СВО, здесь все это нарезается на многие десятки конкретных проектов и задач. Все они достаточно форсировано двигаются вперед. В ближайшие полвека нужно удвоить численность населения страны, и добиваться этого можно не только за счет льгот. Об этом заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. В этом году население России сократилось более чем на полмиллиона человек. Пока российские просторы остаются малонаселенными, громче звучат разговоры о справедливом перераспределении ресурсов страны, отметил политик и озвучил решение партии для преодоления демографического кризиса. Россия – величайшая страна мира. Но при этом нас слишком мало, чтобы эффективно осваивать наши территории. У нас шестая часть суши – это всего лишь 2% от населения Земли. Чем дольше наши просторы будут оставаться малонаселенными, тем громче будут звучать разговоры о справедливом перераспределении ресурсов России. Почему-то мнение в свою пользу. Необходимо удвоить как минимум население страны за ближайшие 50 лет. Решение демографической проблемы – вопрос выживания русской цивилизации как таковой. Пока дела плохи. Только в этом году население нашей страны сократилось более чем на полмиллиона человеков. Для преодоления демографического кризиса ЛДПР предлагает ряд решений. Первое из них – внедрение беспрецедентных мер поддержки родителей, введение в том числе отцовского капитала, который в случае развода родителей может становиться источником выплату алиментов. Создание системы исследований для детей от двух месяцев до полутора лет, о чем сейчас ведем активное дело в справедливество. Введение поощрений для женщин, отказывающихся от абортов. Семейные сертификаты на покупку автомобилей. Но никакие деньги, никакие блага не могут заставить человека родить ребенка. Тех, кто воспроизводит потомство не вполне осознанно. Мы видим потом в криминальных сводках о бесчеловечном отношении к детям. Мы должны стремиться не просто воспроизвести, сберечь свое население, но воспроизвести здорового человека, дать ему возможность учиться, дать ему возможность стать полноценным гражданином своей великой страны. Пора понять, что рождение и воспитание здорового человека возможно только в условиях здоровой, нырябственной атмосферы. Конечно, мы, в отличие от западных стран, не утратили, и никогда не утратим семейных ценностей. Но и похвастаться тем, что институт семьи качественно укрепляется, мы пока не можем. Предлагаю нашим партийцам взять на особый контроль любые мероприятия по поддержке семьи с детьми. Даю поручение нашему руководящему составу подготовить и запустить отдельный проект, партийный проект ЛДПР «Семья». Что еще можно сделать прямо сейчас? Дать больше возможности женщинам и мужчинам заниматься семьей. В современном мире одна из главных ценностей – время. Давайте поощрять тех, кому оно действительно необходимо. Родили детей в меньший рабочий день. Женщине, у которой двое и более детей, предлагаем сократить рабочую неделю без потери заработной платы или заговорок. Об усмотрении работодателя и так далее. Начать с одного часа в неделю в качестве эксперимента. А далее изучить итоги такой практики. Изучили – корректировать далее это решение. Нам необходим постоянный поиск механизмов поддержания рождательности. Росреестр планировал решить проблему пересечения между границами населенных пунктов и особо охраняемых природных территорий еще в прошлом году. Но, как отметил депутат ЛДПР Андрей Свинцов, даже в ближайшем Подмосковье этот вопрос пока еще актуален. Уточните, все ли пересечения земельных участков других категорий с землями Гослесфонда по всей стране уже устранены? Потому что даже по Московской области исчисляется просто, наверное, десятками тысяч эти участки. И как раз большая часть этих участков – это участки для индивидуального жилищного строительства, для садоводства. И там пересечения иногда бывает несколько сантиметров, десятков сантиметров, полметра, метр. И люди мучаются, потому что действительно не могут по генплану внести эти земельные участки в границы населенных пунктов. То есть по генплану они за границами, за чертой. А по документам у них, например, земельные участки земли категория населенный пункт для ИЖС. Какую работу мы завершили? Это работа по верификации именно внутри лесного фонда, потому что там дублирующих сведений было очень много. Что касается документов, которые есть на руках у граждан, то действительно такие пересечения с лесничествами сохраняются. Но закон о лесной амнистии, который в 2017 году был принят и сейчас в развитии принят еще один закон, он полностью устанавливает приоритет для граждан, их прав над правами Российской Федерации на земле лесного фонда. При этом единственное условие, что права граждан должны возникнуть до 1 января 2016 года. Как это выглядит? Гражданин к нам приходит с межевым планом, и его земельный участок, если это можно так выразиться, двигает границу лесничества, то есть в пользу гражданина. На сегодняшний день 45 тысяч граждан воспользовались такой процедурой, и эта процедура постоянно применяется по мере того, как граждане к нам приходят. В Рослисхоз им для этого идти не обязательно. Субтитры создавал DimaTorzok